Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала «По настоли». Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и всё, что с ними связано. Для тебя вещает Екатерина и Денис Матвеевы. Привет-привет-привет всем любителям послушать о настольных играх, покидать кубики и собраться вместе со своими друзьями, коллегами, родителями, с кем угодно, чтобы соединиться и получить удовольствие от прекрасного времяпрепровождения. Да, ты, конечно, как всегда любишь побольше, чтобы больше воды вначале налить. Ну почему? Ну нельзя же сразу. Так, сегодняшняя тема такая-то. Иногда можно, мне кажется, некоторые только так и ждут. Ну, может быть, мы с тобой потом в следующий раз как-нибудь с этим поэкспериментируем и что-нибудь ещё добавим новое в наш подкаст. Хорошо. Что? Что? Давай начнём. Уже неужели прошло две недели, как мы последний раз выпускали на всеобщее обслушивание наш 32-й выпуск подкаста? Да, так и есть. Мы обязательно сейчас выпускаем ещё. Мы немножечко, как можно сказать, забегались, потому что, как всегда, вы сами знаете, есть очень много дел. И есть очень много разных таких дел, которые личные, общественные. И когда ты все их делаешь, а есть ещё вот перед вами обязательства, что-то ты всё равно не успеваешь. И, кстати говоря, если мы не записываем подкасты, это не значит, что мы не только подкасты не успеваем делать. Очень просто разные дела. Но не переживайте, скоро пойдут недельки, когда всё наладится, скажем так. Ну и плюс ко всему, когда, если нечего и нечего обсуждать, то зачем вообще выпускать пустой трёп? Я и так понимаю, что наш подкаст, он в принципе какой-то и не всегда бывает информативным, но прям делать его совсем пустым тоже не хотелось бы. Но я могу сказать, что я считаю, он информативный. Я могу сказать, иногда он бывает не настолько точно информативный, если мы говорим, грубо говоря, как сравнивая с историей, что это было в 1778 году, типа того. Да, это у нас редко бывает. Да, я тоже считаю, что мы по конкретненьке конкретные игры обсуждаем только каждый пятый выпуск. Нам кажется, что этого достаточно, чтобы обсудить одну конкретную какую-то настольную игру, а все остальные темы мы просто обсуждаем, как настольные игры могут связаться со всем остальным миром. Надо уже начать и рассказать о том, что мы успели сыграть за это время. Как раз, например, одно из полудел, полуразвлечений у нас было посещение дня рождения нашего друга. Это не какой-то там заказ куда-то у нас, а именно друг, который любит играть с нами в настолки и без нас любит играть в настолки. И было достаточно забавно, когда он попросил нас прийти с играми. Он говорит, будет еда, кофе, и, говорит, и вы в виде томады. Мы такие, да, прям развлекать. Он говорит, да, 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 так и есть. Знаешь, это сразу вспоминаются детские годы, когда у тебя есть торт, детское, шампанское, и ты или твои родители должны были придумать, как развлекать всех остальных. Вот на именно этом дне рождения, когда мы все собрались в одной большой кофейне, хотя о кофе там почти речи и не шло, все ели пиццу и пили вино, но кроме нас. Ну, понятное дело, само собой, мы были в роли томады, действительно. Что значит, а кофе не шло? Я выпила кружек четыре, тогда я помню. Что значит не шло? Четыре кружки я выпила. Ты это все сделала втихаря, пока никто не видел. Ой, неправда, ты со мной пил, сидел эти кружки, но, по-моему, на одну меньше. Но неважно, ты тоже сидел, пил. Слушай, раз я не собирался в этом говорить, но у нас, как всегда, мы не сговариваемся, но меня наводит вот эта мысль, ты напомнил мне детство, я не знаю, как было у тебя, но вот, ну, по поводу детства, но мне кажется, плюс-минус у многих были похожи такие штучки, так как то время было постсоветское, то есть после, да, не особо было вот этих многих разрешений, которые уже сейчас, да, придумали, которые дети могут заказать и так далее. Я помню в одной из дней рождений как-то, ну, когда вот приглашаешь, ты правильно сказала, к себе домой именно, а не в кафе, потому что, ну, как бы денег-то, да, не так много, чтобы в кафе сидеть. Сейчас, мне кажется, могут даже, ну, спокойно родители позволить заказать по объективным причинам, и цены как-то более-менее скорректированы, очень много вариантов все-таки, а вот раньше прям ты дома, действительно, обязательно торт, вечер программы, какая-нибудь, скорее всего, мамина стряпня, типа там салати, курочка, да, что-нибудь такое, и игры, да, какие-то обязательно такие условные есть, ну, понятно, не настольные как раз игры, да, вот не помню, чтобы мы хоть раз рубились в Монополию, хотя я уже тогда играла. Вот не в Монополию я играла, а в Менеджер, да, ну, то же самое. И, слушай, я помню такую игру, я видела это, сначала помню, это было когда-то в садике, а потом через сколько-то лет я это вспомнила, и думаю, ну, типа же надо какое-то, да, развлечение придумать. Если хотя, кстати говоря, вот сейчас, действительно, чтобы мы, кроме вот настолок, еще что-то так сильно играли с друзьями, да, такого не будет, мы не будем завязывать в глаза и какой-то фигней там заниматься, да, мы, кстати говоря, можем спокойно уже поболтать, ну, то есть спокойно, да. Ты сказала, мы чем-то другим не будем заниматься, мне почему-то сразу образ вот этого мексиканского дня рождения, когда они разбивают, я не помню, как оно называется. О, разбивают пиньету, и оттуда сладости, и сколько было различных видео, шуток, когда там кто-то кого-то бьет, ну, нет, конечно же, мы так не будем делать. Слушай, насчет пиньеты я вспомнила, это правда, это была реальность, я когда была в более младших классах, у нас, давай я так, как бы, скажем, ну, как же это правильно сказать-то так, я просто пытаюсь подобрать, чтобы не сказать конкретный пол человека, да, но, короче, был у нас один... Тут 50 на 50, понимаешь, либо один, либо второй, попадешь, не попадешь. Я скажу так, был богатый человек определенный, ну, в смысле, тоже школьник младшего класса, вот так вот. Начинается как притча. Ну, суть того, что я говорю, что есть у всех, у большинства, ну, и у моих друзей разных, да, девочек и мальчиков, то есть это что-то дома торт, как я сказала, и салат, у этого человека были финансы больше, не у него, а у его родителей. Это, кстати, его, я говорю, человек, а не конкретный пол, говорю. И вот там было прям, знаете, шикарно, как, наверное, сейчас можно отмечать. Вот тогда было реально вот, ну, прям много всего, и реально тогда у этого человека была пиньята, я их только видела вот в мультиках каких-то, которые на Николодиуме показывали, и тут у человека пиньята, действительно, была вот этот вот человек-именинник, он разбивал эту пиньяту, и я такая прям помню, вау, типа, а её нужно прям на заказ было делать, то есть ясен фиг, что прям сложно придумать, даже вот эти рукоделия сложно прям представить, чтобы кто-то этим тоже занимался, и вот то было такое, знаешь, супер богатое день рождения, который ты такой, ну, да, да. Но за себя лично последнее я всё-таки хотела сказать на день рождения, знаешь, что помню, я не знаю, было у вас это, нет, я же говорю, что я подсмотрела то, что когда-то было ещё, когда младше было в садике, это кто-то там придумал, скорее всего, эти воспитатели. А на палку, на этих, на ниточках завязываются какие-то подарки, закрытые в чё-нибудь, и можно было выиграть тоже чё-нибудь, то есть там какие-нибудь дешёвые конфетки, ластики какие-нибудь, ну, потому что это было, типа, перед школой, да, что-то полезное. И в то время появились, вот это я помню, все так хотели выиграть лизуны. Помнишь, которые, ну, типа, на палец надеваешь, короче, и в стенку его швыряешь, и он отставляет эти лизуны. Но, кстати говоря, если бы я была родителем, я понимаю, почему, например, вот у меня был этот лизун, я выиграла его, но я понимаю, что почему родителям, например, мама запрещала играть дома, я точно помню, на обоях. Этот лизун, он за счёт чего-то цепляется, он, ну, типа, что-то жирного такого, ну, то есть на нём какая-то смазка и так далее. И вот если обычная стена, например, как бы подъездная, ничего ей не будет, потому что там краска, да, то есть никаких следов-то особо не будет, ничего страшного, даже если есть, вытер и всё. А на обоях, а помню, такой вот этот жирный след остаётся, и это ужасно. То есть, ну, это же не отереть, особенно в то время, ну, как какие-то обычные обои, сейчас там разные есть. И я имею в виду такие прикольные штуки, дети не понимают, для них это что-то новое, господи, какой-то лизун, ты его куда-то швыряешь вообще. Это очень прикольное впечатление. Мне кажется, ребят, были ли у вас лизуны? Я думаю, ну, точно были, ну, не может быть, чтобы вы их вообще не знали, не видели, но это прям круто вообще. На самом деле мы с тобой можем вспоминать это сколько угодно, и помнишь эти огромные и чупа-чупсы, которые были маленькие, чуть большие, и вот этот шарик огромный, в котором были игрушки, и потом ещё чупа-чупсы. На самом деле мы с тобой, ну, это действительно можно уходить вглубь и вдаль. Последнее, давай, что насчёт папье-маше, я всё-таки тоже хочу тебе. Хочешь, да? Нет, выделить это, у меня не было этого, но я почему-то представил, что можно вместо обычной вот этой вот игрушки из папье-маше сделать какую-нибудь коробку с настольной игрой, и у меня к тебе вопрос. Вот, ты разбиваешь настольную игру, коробку, и ты бы выбрала бы на день рождения коробку из-под настолки, которая тебе очень не нравится или очень нравится. Я не говорю о том, что у тебя после этого коробки не будет из-под настолки, но и всё же, вот что бы ты хотела? А я не понимаю, почему я её разбиваю? Ну, типа вот та же самая пиньята, только вместо животного либо другой можно сделать из коробки из-под настольной игры, потому что, ну, так же подвесить её, будет такой висеть квадрат либо прямоугольник, и её можно будет разбить вот пух и прав, чтобы оттуда вылетели либо детали, либо сладости. Блин, ну зачем мне тогда игра, которая мне не нравится? Я же не смогу в неё играть. Вот, ты бы сделала тогда с игрой, которая тебе абсолютно не нравится. Блин, точно, это, слушай, это крутая идея, короче, точно. Раз в год выбирают самую худшую игру, её как пиньята подвешивают и, ну, там, разбивают люди, и оно должно в дребезги разлететься. И плюс там будут лежать детали из любимых настольных игр, чтобы обратно их доложить. Да, слушай, а можно было бы заполнить маленькими компонентами, как помнишь, мы не так давно говорили с тобой о том, что есть вот на развес компоненты разных игр, прям реально разных игр есть такие компании, которые этим занимаются. Миплы на развес, например, такое же тоже может быть, ну, просто цветные миплы и так далее. Да, было бы прикольно вокруг забить пиньят вот этой всякой штучкой и потом подобрать. Ну, хотя вот в плане безопасности, единственное, что, типа, как бы ногу не наступить, как бы это в глаз не отлетело, ну, то есть надо вот что-то подумать по поводу этого. Но где интересно? Хотя, помнишь, нам друг предлагал как-то игру записать тэцплей, как мы сжигаем определенную игру. Он говорит, просмотры гарантированы, лайки гарантированы. На дне рождения у нашего знакомого, конечно же, не было никаких пиньят, была пицца, и он нас попросил принести настолки. Эти люди уже, в принципе, были знакомы с настольными играми, и мы решили принести, как и известные всем, это была игра «Повелитель Токио», так и мы решили принести парочку иностранных, но которые абсолютно никак не влияют на игровой процесс, иностранный язык, и чтобы все на не очень трезвую голову могли поиграть, но при этом получить удовольствие. Давай мы начнем про «Повелитель Токио», а потом уже расскажем, какие еще были две игры. Ну, понятное дело, как раз хотелось, что, кстати, про «Повелитель Токио» мы много говорим, но мы считаем, действительно, для новичков, для расслабления, если люди, ну, пьют, они не хотят, ну, как бы им хочется что-то веселье, но им не хочется сильно напрягаться, идеальнейшая игра. Вот серьезно, все равно прям идеальная игра. Я когда на нее смотрю, иногда думаю, ну вот мы в обычной уже как бы в обычной уже с Денисом как бы особо не играем, но если новички появляются, мы всегда ее берем, мы всегда об этом говорим. Это главное, что хочу сказать. Кстати говоря, там были и новые люди, и старые люди, которых мы знали, и, как ты правильно сказал, там были те, кто играл, но я бы все равно сказала что-то вот между новичками и средняком. Вот я бы их как-то так как бы объяснила. И было так интересно, девочка одна, я не буду говорить имя, девочка сказала, что «Ой, а настольные игры, вы знаете, что такое игрокон?» Я такая думаю, нет, не знаю, ну, типа, ну, знаете, ну, просто, типа, такой юмор, да, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Она такая, ну да, да, она говорит «Ой, я там тоже буду, давайте там как-нибудь встретимся». Мы говорим «Ну да». Но мы при этом, кстати говоря, я как, и лично я не говорила, что мы блогеры этим занимаемся, сходим снимать. Мне показалось, она не поняла этого, а просто подумала, что, ну, мы просто любим настолки, ну, это неважно, в принципе. Ну, плюс она еще сказала, что она занимается кастплеем, и я так понял, что она участвует в конкурсе. Ну, то есть не совсем… Ну, мы это увидим. Да, мы с тобой в один голос говорим, но ничего страшного, это все будет все равно слышно хорошо. Вот, да, кстати, ну, все, будет слышно. Ну, вот, потом об этом скажешь. Вот, и, кстати говоря, я как поняла, именно в эту игру, на удивление, она не играла. То есть я имею в виду, что мне так кажется, согласитесь, то есть это перевод, ну, как бы от Гаги, да, локализация. Ну, у Гаги постоянно много столов, и мне кажется, это одна из тех игр, которые тоже они постоянно демонстрируют. То есть вы поняли, то есть я не нападаю на человека, для меня просто удивительно, что они всегда это как-то, ну, как сказать, выставляют такие огромные кубы, знаешь, там, где этим покидать, вот прям огромные-огромные такие кубы. И мне кажется, по-моему, все в нее могли играть, а вот человек, который ходит на игрок, он не знает. Хотя, да, ты как бы, ты говоришь о том, что если она занимается косплеем, может, и не до этого. Хотя мне показалось, она как бы намекает, что она, видно, день выступает, а день, ну, все-таки посвящает играм. Ну, знаете, такое, как бы, для рассуждения, знаете, когда знакомитесь с человеком, и такой думаешь, о, вроде бы знает о настольных играх, а, ну, условно, базовые, которые, по-моему, общедоступные, российские, ну, как, не российские, с российским переводом, ну, человек не знает. Ну, просто так интересно для рассуждения. Я так задумался на одну тему, что вот сколько бы игр вообще не рекламировали, все равно обязательно найдутся те люди, которые о них вообще не слышали. Повелитель Токио, как мне кажется, достаточно известная игра, и даже визуально, если вы ее увидите, вы точно скажете, что, о, где-то я ее видел. Но все равно вот действительно бывают те ситуации, когда человек вроде бы и варится даже в настольном сообществе, вот, косплейном, что-то вместе. Ну, раз про игрок он действительно, про игрок он, мне кажется, меньше знают, чем про Повелитель Токио. Ну, кстати, нет. Мне кажется, про игрок он больше знает, чем про Повелитель Токио. Да? Ты так думаешь? Если думаешь, хорошо, ладно. Да, я так думаю, потому что там опять ты только что сказал, конкурс косплея, и я искренне уверена в том, что некоторым все равно на настольные игры, когда они приходят посмотреть на косплей, потому что там народу прям очень много, некоторым интересно просто на красиво одетых людей посмотреть. Ну, я надеюсь, все эти люди и сами косплееры, и те, кто просто пришел за компанию на этот фестиваль, узнают больше о различных настольных играх, и Повелитель Токио тоже пусть будет в их списке. Что касается минусов, на тот момент, когда мы сыграли, опять же, это все то же самое, мы играли без дополнения, оно лежит у нас закрытое, может быть, как-нибудь откроем, но мы для себя подметили опять же тот факт, что колода, которая есть в этой игре, она абсолютно не прокручивается. Даже когда люди постоянно покупают какие-то себе улучшения, колода, ну, почти вся остается нетронутой. Очень-очень жаль. Ну, Денис, он любит просто очень сильно прокручивать колоды, это вот его самое любимое. Я могу, да, сказать, с одной стороны, согласна, но с другой стороны, зато это дает реиграбельность, потому что новые карты какие-то выходят, в следующем, да, ну, как бы партии всей, имеется в виду, выходят, и людям иногда даже интересно это бывает. Но мне так кажется, нам начинается становиться неинтересно только лишь потому, что, ну, мы очень много в нее играли с разными людьми. Новичкам, Тересы, Средникам, наверное, им, ну, нравится, потому что они, о, а еще такая есть карта, еще такая. Я думаю, надо сказать, что мы сыграли несколько партий. Я точно помню, что именно самая первая партия, она так быстро прошла, остались только два человека, которые друг с другом соревновались, а вот следующие партии, они, ну, немножко подольше были, согласен, прям, я еще помню, я, ну, я там вылетела, и ты, по-моему, еще нет, но там прям долго-долго люди боролись, причем, как всегда, прикол в этой игре, что чаще всего, ну, вот эти нас там, условно, ну, а нас и было шестеро максимально, она сначала сидела, и потом в самом конце остаются двое, и тут, как всегда, я заметила, мы сколько бы ни говорили людям, нас не слушают, потому что всем нравится именно убивать в плане жизни, а там же можно выиграть, ну, именно звездочки, баллы, в общем-то, выиграть, и многие это недооценивают, то есть там есть всякие карты, как вы помните, есть вот кубики, выпадают циферки, да, которые дают тебе вот эти очки, а многие говорят, нет, я буду перекидывать, чтобы только бить человека, и чаще всего, если ты принимаешь только такую политику, ты проиграешь, обычно только так и работает. Вторая игра, которую мы открыли, и для нас она раскрылась с новой стороны, это Dungeon Raiders. Совсем недавно мы выпускали по ней игровое видео, и получили мы ее в Испании, когда ездили на отдых от компании DeVir. Когда мы ее только открыли, познали и изучили то, что у Gaga Games тоже есть русскоязычная версия этой игры, кстати, вот мне почему-то вот не запоминается русскоязычное название, по-моему, расхитить или подземелье, либо как-то, я не готов русскоязычное, но, по-моему, у них есть вот первая версия этой игры, и мы сыграли тогда на троих в первый раз. Нам не очень она понравилась, нам показалась она какой-то скучной, но, как вы знаете, мы всегда даем играм разный шанс, мы все-таки должны, ну, стараться объективно посмотреть на игры с разных сторон, и мы решили принести в компанию, где было почти восемь, если не больше, человек девять, и только из них где-то шесть-семь вот так вот играло, да? Да, по-моему, да, там двое только отдыхали. Ну, иногда шесть, ну, как бы, восстановится шесть, и только из нас иногда я даже выходила отдыхать, ну, потому что у меня-то игр всегда будет много, да, поэтому иногда и я выходила отдыхать, ну, то есть немножко люди сменялись, понятное дело, но именно в этой игре, вот в рейдерах, да, условно, пять может сидеть максимально. Вот, и мы решили эти пять человек испытать, мы, кстати, были одними из них, и вы знаете, она раскрылась для нас по-другому. Во-первых, люди азартно со стороны в нее играли, как-то прям рьяно, когда выпадали эти монстры, когда выпадали сокровища, люди прям... Во-первых, хорошо, эта игра шла быстро, на обдумывание там почти уходил где-то секунд десять, не дольше, люди выкладывали в закрытую карту, и после этого они ее открывали, и какое их было разочарование, когда они что-то не забирали, или монстр их бил, и мы буквально где-то минут за двадцать в нее сыграли, и с удовольствием, с удовольствием все потом высказали, что отличная игра, очень весело, и давайте мы еще сыграем одну партию, но мы перешли на другую игру. Вообще, я хочу заметить, было так здорово, знаете, что там наблюдать? Если вы смотрели наше летсплей, вы видели, что у вас на руке обязательно пять карт будет, от одной до пяти, и равной, ну, условно, их силе. И вот там так сильно прочувствуется, что пятерки и четверки иногда ничего не значат, что они часто могут, то есть вот вы пытаетесь иногда, знаете, там, на попозже, на монстр какого-то оставить пять-четыре, да, условно, или на монетке вы думаете, что ой, я там такой самый умный, присохранил их и выложу ее. А там же, как всегда, идет при равенстве, либо делится, либо вообще ничего не получает, ну, никто ничего не получает, потому что, ну, по объективным причинам, там, смотря сколько монет и так далее. И у нас такие были ситуации, например, действительно, самая большая, там, самый большой розыгрыш, это три монеты, и выложил три человека, нет, даже не три, четыре пятерки, это точно так было, а один какой-то, ну, видно, у него карта заканчивается единицу или двойку, и мы, естественно, все там, ну, потому что поделить невозможно, ничего не получили, а другой человек, там, хоть и наименьше две или, там, одну монету, он ее точно гарантированно получил. И то есть вы понимаете, что так как, ну, когда мы трое сидели, ну, как бы, условно, ты один, ты можешь быстренько проконтролировать, кто с тобой там рядом, да, ты такой, ага, ну, там, чуть просчитал, а когда пять, ты уже особо-то и не можешь запомнить, кто что выложил, и когда вы выкладываете большие такие цифры, вы обычно ничего просто не получаете. Мы пока эту игру оставили у себя, возможно, мы ее еще раз испробуем при большом количестве народу, надо, надо все-таки еще обдумать. До конца нельзя никогда делать окончательные выводы, только наиграть партии десять уже, наверное, можно какой-то делать результат. Но, опять же, это, когда мы выпускаем наше видео или высказываем в подкасте какое-то мнение, мы всегда упоминаем, сколько раз мы в нее сыграли, и первое впечатление, она все равно остается, и все равно оно достаточно важное. Я хочу сказать, что игра была действительно интересной именно на большем составе, то есть, как я еще сказала, у нас летсплей на троих, это было неплохо, как бы для филлера действительно неплохо, но вот интереснее все-таки большим составом. То есть, есть некоторые игры, знаете, когда дуэль замечательная, прям, да, хотя ее там как-то сделали больше, ну, как мы всегда приводим, пример Санторини, например, да, что дуэль, ну, прям вообще прекрасно, а вот это вот реально пятером, ну, просто как-то вот интересно, вот я не знаю, это вот азарт, и причем, знаете, у нас поделились мнения, мы всегда спрашиваем те, кто с нами играет, кто-то, особенно тот, кто не играл в Повелители, можно сказать, Токио, некоторые сказали, что вот, вот это мне прям нравится, это для меня расслабление, кинул кубики, и все. Ну, опять же, вы сами знаете, мы уже обсуждали, те люди, которые там любят больше, там, вот кубики, да, покидать и порасслабляться. Есть такие люди, они, в принципе, такие, ну, наверное, по жизни, да, и им действительно эта игра больше понравилась, но и были комментарии, которые сказали, нет, вот эта вот крутая, она не настолько сложная, чуть-чуть совсем надо подумать, ну, чуть-чуть как бы, да, и она как-то интереснее, то есть они там раз, что-то скрыто, что-то открыто, и мы такие, да, вот прям согласны. Третья игра, которую мы открыли, и ей нескончаемо рад каждый раз, когда я ее раскладываю, это игра под названием Mintworks, мятная рабочая, ее на наших просторах вы найти, наверное, не сможете, может быть, где-нибудь на барахолках, либо в магазине, если кто-то продает иностранные игры, но я ее не замечал. Знаешь, я видела на барахолке ее буквально недавно, всего один раз, и, честно, я не помню, по-моему, быстро ее купили, но ее и недорого продавали, в принципе, один раз я видела, действительно. Игра характерна тем, что вы смотрите на игровую коробочку и сразу понимаете, что там должны просто лежать конфетки Мон Пантье, она настолько маленькая, вот буквально пальцы указательные большой раздвиньте, насколько возможно, вот вся эта коробочка шириной получается, и вы открываете, внутри лежат деревянные компоненты в виде мятных конфеток, мини-ронда, и после этого вы раскладываете карточки и должны построить свой город, чтобы заработать победные очки. Ну, там всего максимум можно было 4 игрока, не играла я, а так как мы очень долго любители поиграть, некоторые люди, ну, по объективным причинам, там был это будень, и людям некоторым надо было чуть раньше на следующий день выходить на работу. Поэтому они ушли только в час ночи. Ну, вообще, так и было. Но именно к этому моменту ушло 2, по-моему, человека, уже точно ушли, один, в принципе, уже отказался, и я, в принципе, вышла, я такая говорю, опять же, что, ну, я думаю, вы объективно согласитесь, игр у нас всегда много, и я всегда даю шанс спокойно, как и Денис бы вышел, если бы был еще один человек, который хотел бы играть, выйти именно, да, тем людям сыграть, которые в первый раз видят эту игру. Вот, и я спокойно отдыхала, смотрела, и, естественно, помогала немножечко объяснять правила Денису, когда, ну, люди задавали вопросы, скажем так. Мы отлично сыграли, все были довольны, все выставляли свои мятных рабочих на вот эти локации, потому что игра базируется, что вы должны выставить рабочего и получить какой-то бенефит с этого. Но я так посмотрел, что некоторые не шли через победные очки, многие вкладывались в те фабрики, где потом они дополнительно получали вот этих рабочих. И это не всегда, ну, не привело их к успеху, потому что главная цель игры это получить победные очки. У них, к сожалению, это не получилось. Я хочу сказать, что в этой игре заметно очень сильно чувствуется, когда ты первый игрок. Ну, в том плане, я думаю, ты со мной согласен, там есть локация, всегда положи, забери первого игрока и, как он называется, еще возьми конфетку, то есть особо ничего не тратишь. И вначале все забивали, на первую, особенно в первой партии, такие, типа, чего, какая разница, а Денис себе очень часто сохранял это. И это было супер заметно, когда люди понимали, что, ну, там, очень скоро им нужна определенная локация, успеть купить, и т.д., и т.п., и они проигрывали, то есть там, условно, если бы они успели первую купить, например, то они бы уже выиграли игру, это однозначно. Вот, к примеру, помнишь, Денис, там было, что ты взял себе в планы, но еще не построил здание, но при этом можно купить такой план, который будет зданием, что если у тебя куча перевернутых, это там сколько-то баллов, ну, и там явно однозначно выиграешь. И там были люди с такими этими, они хотели, но Денис, он жулик, он, естественно, заранее уже взял себе первого игрока, и он просто специально для того, что ему это как бы не нужно, ну, он специально же это, естественно, купил для того, чтобы люди не так быстро выиграли, точнее, вообще не выиграли, ну, чтобы им надо было что-то другое придумывать, и это было очень интересно посмотреть, то есть люди такие думают, ничего страшного, я успею это все взять, но не тут-то было, первый игрок это прям решает. Подводя итог, мы отлично провели время, уехали в 3 часа ночи домой, выложили настольки обратно на полку, и поняли, что эти все настольные игры все равно выполняют свою функцию, и когда людей много, и когда у всех есть соответствующее настроение, все готовы поиграть и получить удовольствие. Давай мы перейдем уже наконец-то к основной теме, которая будет после перерыва. Как вы могли заметить и услышать наш новый голос, это то, что у нас появилось специальное оборудование для записи подкастов, чему я нескончаемо рад, теперь у нас есть некое развитие, у нас есть некий план, с которыми мы будем идти вперед, мы будем приглашать новых людей записывать данные подкасты, и мы всегда помним, что у нас есть третий микрофон, так что Катя тоже будет участвовать обязательно, обязательно будет участвовать в диалогах, где только не два человека, а уже будет три, и мы порассуждаем на новые темы. Ну, Денис, меня уже хочет заставить, я могу сказать, что мы посмотрим, насколько это скоро будет в плане, чтобы я участвовала, просто для того, чтобы как объективно это логично звучало, но мы точно можем сказать, что выпуски с новыми людьми уже гарантированно вот-вот появятся. Как у нас появился этот набор, вы можете послушать в специальном выпуске, который мы сделали только для наших подписчиков в Телеграм-канале, для тех, кто не знает, как на него перейти, есть различные ссылки и в ВК я отправлял, и еще где-то, но вы просто можете в поиске Телеграма вбить по настолям либо кириллицей на русском языке, либо латиницей, и прямо одна из последних записей будет про этот подкаст. Единственное, что я хочу отметить, это то, что все было сделано благодаря монете по настолям, которая основана в блокчейне Minter, поэтому обязательно перейдите, прочитайте, и вот вам такой звуковой эффект в конце, когда будут приятные вставочки. Какая красота! Ну давай перейдем наконец с тобой к основной теме разговора, и мы решили подумать и опять же добавить настолько новых веней, и мы заметили, что вокруг очень много игровых и не только вселенных, которые есть и в мультфильмах, и есть и в мультсериалах, и в фильмах, и мы понимаем, что все вот эти вселенные, они начинают проникать в настольные игры с настолько сильной интенсивностью, настолько стремительно, что обычных настолок, которые, ну, безымянные, уже почти можно не найти. Ну, можно так с тобой согласиться, да. Мы, в принципе, плюс-минус около этой темы ходили, говорили, что что-то, ну, какие-то настолки есть, которые основываются на чем-либо. Да, мы с тобой давай структурируем разговор так, чтобы мы сразу обозначили свою позицию. Многие из этих сериалов, многие из этих фильмов, мы не то, что не смотрели, мы не являемся фанатами, поэтому прям сильно радеть за них и, ну, как бы, я не знаю, как это еще выразить, ну, прям переживать за них мы так сильно не будем. Но и все же мы, как игроки в настольные игры, будем обращать внимание на игровые процессы и насколько эта игра увлекательна и приносит удовольствие. Да, то есть мы хотим обсудить, можно сказать, разные вселенные, придуманные разными людьми, вот так вот, можно сказать, все-таки более фантастические, да, назовем это так. Так что, давай начнем? Да, давай начнем. Я буду смотреть телефон и перед записью выпуска я себе выписал несколько игр, которые я хотел бы сравнить и давай первая игра, которая выпустилась буквально, по-моему, в начале лета либо весной, это игра от Дениса Косякова, которая называется «Мстительная война бесконечности» и мы хотели бы ее сравнить с игрой «Танос Райзинг» от «USA Poly». А если вы не знаете, что игра за вторая, обязательно вбейте в название то, что я вам сейчас сказал, ну либо где-то в приложениях подкаста я обязательно напишу название, чтобы вы могли вбить и посмотреть компоненты двух этих игр. Почему мы решили именно обсудить две эти игры? Потому что у них одна общая тема. Это «Мстители», это «Марвел», это «Супергерои». И мы с тобой сейчас рассудим, насколько две разные игры могут уживаться под одной вселенной. Слушай, первое, что я хочу сначала сказать, повтори название еще раз английской вот этой игры на слух людям, прям четко. «Танос Райзинг». А если просто, если хотите вбить, то она пишется «Танос Ризинг». Вот, я не знаю, как еще объяснить латиницей, как прописывать. Если что, просто чтобы на слух люди воспринимали. Мало ли, тоже бывает, что если ты забудешь указать, как она там называется и так далее. Но самое главное, что я хочу заметить, именно, которое ты говорил о российской игре, вот этом «Мстителе», можно сказать, от Дениса Косякова. Кстати говоря, если, ну мало ли кто не знает, Денис Косяков, он часто на «Игроконе» бывает ведущим. Ну то есть, как бы… Последние два года он им был. По-моему, даже больше, нет? Нет, нет, нет. Я, по крайней мере, помню, в 2018 и 2017 год, что он там был ведущим. Возможно, в 2019 он тоже будет. Да, это мы увидим впереди, а вы можете нам написать, мало ли вы помните, что он еще больше. Просто, может, это мы не обращали внимания. Так вот, я это вообще к чему веду? Что, в принципе, мы выделили заранее, мы видели все эти видео заранее, сравнивали, то есть, что, что, как, кто презентует и так далее. просто я хочу немножко сказать, так как мы не являемся, как Денис правильно сказал, фанатами того же самого Марвел, а это именно их вселенная, да, там много всяких чуваков в этой вселенной, не надо на меня обижаться, что я их называю чуваками, я их обобщаю, как бы, можно сказать, как бы, героев, да, хотя, кстати, и злодеев там стоит, это же не герой совершенно, как бы, но суть-то в том, что настолько об этом много говорят, мы, как бы, плюс-минус все равно понимаем, о чем дело идет. Мы понимаем вселенные, мы понимаем какие-то герои, мы понимаем злодеи, примерно, о чем это происходит, но нас не впечатляют эти вселенные, ну, вот так вот, именно это нам не нравится, а когда я дала сама себе шанс, потому что мне, как бы, в моей юности или молодости, не знаю, как это, детстве, не знаю, как правильно сказать, мне нравился злодей вселенной, это вот, злодей Веном, вот, фильм вышел в том году, как я помню, я лично была разочарована, потому что, даже я помню, учитываю, что я совершенно не фанат и очень много, как бы, несоответствий, но при этом, я очень знаю, что многим, именно прям, сильным, ярым фанатам это понравилось, им было все равно на то, что соответствия там не было, но это неважно. Кстати говоря, наверное, я думаю, какая-нибудь игра точно с ним выйдет, я так думаю. Ну вот, да, вот похоже, что выйдет, но опять же, игры выходят только после того, насколько становятся популярны вот эти все вселенные, потому что, как я лично считаю, что настольные игры, это являются некой губкой, которая впитывает в себя всю информативность и всю культурность со всех сторон, и после этого они выплескиваются вот в самих себя. Опять же, я и для тебя, Кать, напомню и для себя, и обязательно для слушателей, что в этом подкасте мы высказываем только лишь свое мнение, только лишь из всего, и поэтому, если вы с ним не согласны, пожалуйста, напишите комментарий, давайте мы с вами это обсудим, без проблем мы всегда готовы к обратной связи, но только без ругательств и без негатива. И самое главное еще конструктивно, не просто то, что а вот мне нравится, ну мы такие как бы окей, да, но это не, и типа значит вам, типа значит вы не правы, но как бы это уже неконструктивно идет, если просто нравится, так нравится, хорошо. Я все-таки хочу, знаешь, сразу добавить, потому что это было действительно недавно, у нас приезжала подруга, и она именно очень сильный фанат Марвел, и мы решили, смотрите, мы, как бы я соединю разговор, потому что тут надо правильно понять, мы смотрели на эти игры, в принципе, ну как мы сказали, ну сыграть-то можно попробовать, но, например, то, что мы увидели от Дениса Косякова, мы бы не хотели покупать, давай на словах опишем, как это выглядит, перед вами картонное поле, которое разделено на небольшие сектора, и у вас есть фигурки, которые сделаны не из пластмассы, не из смолы, они сделаны из картона, такой пластиковый картон, на который изображены те самые герои Марвел, вы их ставите в подставочки, и они ходят вот по этим игровым элементам, чтобы вы понимали, самое-самое понятливое здесь объяснение, на что похоже эта настолка, на игру Шакал, такое же модульное поле, только вместо фишечек у вас картонные фишки с вот этими героями, и все, точно так же надо ходить, что-то делать, и к чему-то там стремиться. Ну, то, что на игру на Шакал, это похоже, это да, а вот, знаешь, вот какой-то, как сказать, компоненты и так далее, то есть вот ставится на подставочке, как, например, в Повелителе Токио, можешь сказать, вот эти, как эти, монстры, да, ставятся, ну, или мне даже, знаешь, больше напомнило что-нибудь из разряда, а также, например, как из игры Мертвый сезон, то есть вот эти, много всяких. А еще одна игра, ты только про одну сказал, Мертвый сезон, и, ты знаешь, я сказала, еще Повелитель Токио на вот эти штучки ставится, а еще Патфандер, например. Стартовый набор, но знаешь, почему похоже? Потому что это издает одно издательство Мир Хобби, Хобби Волт, и они делают все это по одному типажу, и чтобы не увеличивать стоимость, делаются вот такие картонные, плоские фишки. Да, ну, кроме, конечно же, Повелитель Токио, Повелители это Гага. Ну, да, да, не, я это знаю, я просто хотела сказать, что на какие игры напоминают. Вот, кстати, подожди, смотри, важный момент, и я думаю, это добавит нам интересности в это рассуждение. Если вспоминать тот же самый Повелитель Токио, то компания Yellow, это, по-моему, французская, если я не ошибаюсь, французская компания, она также есть и в Америке, у них много подразделений, но вот этот стиль, стиль вот этой игры, он распространен по всему миру, и даже если бы игра печаталась у нас, хотя, по-моему, нет, она не печатается у нас, она печатается за рубежом, то есть некие определенные стандарты, по которым эта игра делается, и вы во всем мире, когда открываете коробку, вы увидите этого монстра, качественный картон и подставку, ну, опять же, подставку в своем фирменном стиле. Если вы открываете игры от компании Hobby World, которые печатаются у нас в России, и они сделаны по лицензии, это вот то, что важно, лицензия, если не ошибаюсь, опять же, может быть, это будет дезинформация, но, по-моему, Marvel принадлежит к Диснею, и вот совсем недавно Мир Хобби явно прям дали понять, что они выкупили на энное количество времени эту лицензию, потому что они прям начали печатать игры по диснеевским вот этим вселенным, там и Король Лев есть, и вот эта вот вселенная Marvel, и если вы зайдете на сайт, у них прям период начала лета был вот посвящен, а, Аладдин, там была карточная игра, посвященная Аладдин, но это никак не связано от самих производителей, никак не связано от самого Диснея. Ну, вообще, да, насчет, правильно сказать, насчет дезинформации или нет, но единственное, что я помню, я, правда, не знаю, Marvel принадлежит или нет, причем помню, когда вот я как раз из-за, вот, как я сказала, фильма Венома все там смотрела, по-моему, иногда даже эти права дербанят, то есть, условно, кто-то забирает вот игры в Диснею, по-моему, как там отдельно Sony звучало, да, вот, и поэтому они немножко их дербанят, потому что, как бы, сами Marvel, я как понимаю, как вот всякие, как же, правильно сказать, как комиксы, вот это все изначально, они, на самом деле, бедны очень были, пока у них не выкупили права, условно, чтобы это снимать, тогда им, конечно, платят деньги, обычно, как комиксы, не очень всем интересно, не, вы должны правильно понять, не очень всем интересно, интересно, но не настолько, насколько финансово это могут вот права выкупать. Давай вернемся непосредственно к самой игре, ее сделал Денис Косяков. И что значит с авторцией? Если вы посмотрите правила игры, то там есть энное количество помощников, если, опять же, не ошибаюсь, их, по-моему, четыре человека, если я ошибаюсь, поправьте меня, нет проблем. По-моему, реально четыре. И для меня это некий показатель, ну, что необязательно один человек может делать настольную игру. Но здесь важно, что насколько для всех любителей настольных игр вот эта вот игровая вселенная улучшит восприимчивость игровой механики, потому что если убрать вот эту всю киношную составляющую вот этой красоты всех этих героев и Таноса, что там остается в сухом остатке? Измененный слегка шакал, и все. Слушай, вот я как раз не зря вспомнила про нашу подругу, потому что все-таки давай так, давай расскажем все-таки за вторую игру, и потом я скажу, что и мы подумали, и что она нам сказала как фанаты именно. Вот я хочу это очень сильно выделить, потому что мы смотрим со стороны настольщиков, плюс мы не фанаты, то есть мы не поведемся на то, что, о, там Танос находится, мы это берем, да, типа нет, это так не будет. Только если мы захотим, ну, в плане нам понравится как механика, да, условно. Так что давай лучше сначала за вторую игру, и потом я хочу уже сказать точно итоговое мнение. Мы впили в Ютубе название данной игры, естественно, выскакивают иностранные обзоры, но здесь не суть важна, что это иностранные обзоры и английский язык, вы просто должны посмотреть на эти компоненты. Коробка открывается, там лежит целая фигурка самого Таноса, который возводит кулак в небо, и он стоит на подставке. Я не знаю эту фигурку, ну, наверное, где-то, ну, сантиметров 10, может быть, целая пластиковая, покрашенная миниатюра. Может быть, и больше. Это про цены, это тоже будет важно, чуть-чуть попозже скажем. Целая фигурка, потом лежит огромное количество картонных компонентов, где они все являются модульными, вы что-то можете пододвинуть друг к другу, где-то есть пазловый элемент, где-то есть вот эта, та самая перчатка, куда нужно будет вкладывать вот эти элементы. Элементы камня, ты имеешь в виду, с руки его. Да, верно. Вот заполнять эту перчатку, потом есть игровые планшеты самих героев. И как только я посмотрел этот обзор, и, в принципе, понял основное направление, я так понял, что это кооперативная игра, что все вот эти герои, они борются против Таноса, и там есть несколько направлений. Можно двумя способами выиграть, если я, опять же, не ошибаюсь, и, по-моему, одним способом проиграть, если все погибнут. Но, опять же, вы на это смотрите, и вы понимаете, что эта игра тоже во вселенной Марвел. И вы тоже понимаете, что все любители этой киновселенной или комиксовой вселенной по сути должны любить эти две игры одинаково. Ну, да, это интересно. И как раз еще за игру, до того, как мы будем говорить, мнение я скажу, что действительно она выглядит очень интересно. И вот ты, объясняя правила игры, как бы мы же в общем знаем про этот фильм, ну, невозможно. Не знаете, говорю, все о нем говорят, те, кто особенно фанаты, их много. И, опять же, логично, да, все должны против Таноса, то бишь против игры, сражаться и победить, если только не все умрут. А видно, есть вероятность, что кто-то может умереть, но это не значит, что, типа, вы все проиграете, потому что, как я помню, в этом фильме там действительно один или два героя умерли, но, типа, все все равно по итогу победили. Видно, там тоже это разрешается, да, что кто-то может умереть, но, типа, выиграть можно все равно. Да, и там еще есть акриловые кубики. Поймите меня правильно, игровые компоненты не добавляют прям уж очень сильно игровой механики каких-то дополнительных плюшек, но и все же, когда смотришь на вот эту красоту, и особенно, когда ты забиваешь цену на эту красоту, вот давайте так, игра от Дениса Косякова на официальном сайте Hobby Games сейчас без скидок, на сентябрь, без всяких скидок, без всего стоит 1990 рублей. Ага, то есть почти 2000, и это больше 30 долларов. Если доллар сейчас 60 с лишним, 66, ну, вот где-то до 30 в среднем, вот так, 30 с небольшим долларов. Я захожу на сайт Amazon, потому что, ну, если вы не знаете конкретные местечковые онлайн-магазины настольных игр за рубежом, просто вбейте название Amazon, и вы поймете то, что можно найти там эту игру. Я вбиваю Thanos Rising, и понимаю, что игра стоит 36 долларов, и мы перевели это в рубли 2370 рублей. Вот без доставки, без всего, с учетом того, что игра от Дениса Косякова печатается у нас здесь в России, это явно видно, что это российское производство и российские коробки по размерам, и вот вбейте, и сравните, что за эти деньги вы получаете, какую игровую вселенную и какую игровую механику вы в итоге получите. Да, это ты правильно, конечно, привел пример. Я думаю, тут опять, ну, ты скажешь все правильно, что я сказала, что если вы скажете, ну, за рубежом, ну, опять начинается, что как я это могу получить, эта же доставка будет дорого. Мы часто упоминаем компанию, компанию Grabber, сервис Grabber, сервис, да, который часто нам доставляет разные предметы, в частности, настольные игры. Когда мы рассказываем вам, что путешественник какой-то едет, вы можете что-то ему заказать, как игру, как и не только игру, и он может вам провести за небольшое вознаграждение, и обычно вознаграждение действительно меньше, чем доставка, ну, то есть, есть от реального производителя, с Америки, прям гнать эту игру только лично для вас в России. Оно обычно всегда уходит намного дешевле, и мы всегда об этом говорим, и мы говорим не только там, потому что там можно какие-то даже купоны, кстати говоря, получить, если вы никогда не заказывали, можно на первый заказ купон получить на бесплатной доставке, но мы и так сами постоянно пользуемся, потому что доставка от путешественника, она не такая дорогая, ну, как бы выходит. Ты, конечно, прозвучала, как нативная реклама, но нам никто не платил. Мы делаем все это на некой доброй инициативе, и мы действительно всем и всем показываем, что границ для покупок качественных игр нет. Если в России будут продаваться хорошие игры за разумные деньги, пожалуйста, покупайте, нет никаких проблем. Если вы видите, что в Америке, в Бразилии, там, я не знаю, в Японии качественные, хорошие игры, они стоят недорого, и язык для вас не так важен, почему нет, не переживайте, не пользуйтесь, ну, как бы пользуйтесь вот этим сервисом, и не имейте границ. Я лично очень доволен, и даже если бы с доставкой это вышло, это все вышло, ну, примерно до 40-40 с лишним долларов, я думаю, не больше. 45, наверное, я так думаю. Но за такую игру, вот даже если наглость барыг добавить, это все равно круто, это все равно вообще супер получится. Да, ты прав. И вообще, я говорю, насколько мы не любители, мне Денис даже, ну, ты Денис, Денис Матвей, в смысле, мне показал игру вот эту иностранную, я посмотрела, все равно, вот, кстати говоря, насчет, как ты сказал, качество компонентов, и как оно все выглядит. Да, ты прав, что вестись только на компоненты, это не есть хорошо, но как люди, мы большинство все потребляем глазами, все, что не происходит, мы иногда такие, ага, увидели, пощелкали, похлопали глазами, такие, что-то там запомнили, что-то куда-то пошли, даже сделали, иногда даже просто взгляда на что-либо хватает для выбора, да, чего, тоже чего-либо, вот, и это я веду к тому, что ты мне показывал то, что придумали у нас, и то, что там просто визуально даже мне хочется ту игру, мы не говорим о том, что, да, типа там, женщина повелась на какие-то штучки и так далее, но правда, картонные вот эти штуки, которые прыгают по какой-то фигне, полю, да, или огромная фигурка этого Таноса, камушки, там площадка, там, короче говоря, как сказать, она кругленькая, она такая вертится, интересно, и ты такой, ну, блин, я хочу штучку, которая вертится, я хочу фигурку Таноса, блин, вот это я хочу. Ну, ты знаешь, еще мне кажется, что вот эту игру, иностранную, все-таки делал какой-то человек, какой-то автор, который все-таки занимается настольными играми, который как-то прикладывал усилия, может быть, там и есть маркетинг, который основан на вселенной Марвел и готов привлечь новых зарубежных, да и не только зарубежных, в принципе, покупателей. У нас же все-таки я считаю, что привлечение Дениса Косякова как автора настольных игр, ведь это его первая игра, которую он выпустил, я считаю, что это маркетинговый ход. Вот все те, кто за ним следит, возможно, это такой ход со стороны мир-хобби и вот такая коллаборация, соединение, чтобы все-таки больше людей покупало настольные игры. Но насколько эта игра качественна, опять же, мы не играли, прям до конца я не готов судить, но наш некий опыт со стороны и взгляд первичный на правила и на игровые компоненты подсказывает нам, что игра абсолютно того не стоит. Вот я как раз хочу сказать за нашу подругу. Дело в том, что так как она любитель Марвел, мы почему-то подумали, ну потому что, не почему-то, потому что, потому что она очень большой фанат Марвел, обычно любитель скупать все. Есть такие люди, вы сами знаете таких людей, неважно в какой вселенной их что-то кто-то любит. И мы, правда, так плохо одни подумали, что, знаете, как бы оно вышло, и она однозначно пойдет покупать. И вот она была у нас в гостях, и мы как раз эту игру обсуждали, и такие, слушай, подруга, знаешь ли ты такую игру, у нас в России продается, и так далее, видел это или нет. А она нам сказала, что она в своем городе, не в Москве, ходила, и она говорит, действительно, я прочитала об этой игре, говорит, я решила посмотреть, что же в ней внутри лежит. Она, ну действительно, то есть несмотря на то, что фанат, ей было интересно, что же там внутри лежит. Пришла она в магазин, и там, ну вы знаете сами, в некоторых магазинах есть открытые, ну копии, условно, этой игры. И она сказала, я когда посмотрела, увидела вот эти какие-то штучки, ну типа картонные, какие-то кучи человечков. Она говорит, я и в правила решила заглянуть, ну то есть, что там вообще. И она нам без нашего вообще слова сказала, что действительно похоже на шакал. Ну то есть вот действительно без нас. И мы такие, серьёзно? То есть мы даже не смогли тебе сказать, ну типа что, мы точно так же думаем, что это шакал. Она такая, ну да, да. И я ей прямо сказала, что ты меня уж извини за такое мнение, но я думала, ты реально купишь это, несмотря на то, что это, ну не очень игра, как игра, да, и компоненты не очень. Я думала, ты как фанат это купишь, но она мне сказала, спасибо, говорит, я вообще-то не настолько больная, и я не настолько идиот покупать всё подряд. Я говорю, ну подожди, а фигурки? Говорит, ну подожди, фигурки это одно, а игра, это же сделано для того, чтобы в прямом смысле играть. Говорит, ну как это играть? Ну ты мне объясни, ну что это такое? Говорит, мне это не нужно, хотя она играет, ну не только в иностранные игры, она очень много в российских магазинах покупает, и её большая ячейка, вот не в Москве, тоже покупает эти игры. И тогда мы показали ей видео вот этой иностранной игры, да, про Мстителей, где вот эта Тано стоит. Вы просто не представляете, какой тут крик был, что я это хочу, в чём правила игры, всё объясните. То есть она, во-первых, естественно, визуально она увидела. что мы тащили в Валидол, когда мы показали цену, ты разве это не помнишь? Вот это вот, знаете, я понимаю, что это всё сарказм и всё это шуточки, но вот этот, сколько ты сказал? Больше 30 долларов? И я понимаю, что может быть это со стороны звучит, ну, слишком смешно, или наоборот, это кого-то раздражает, но поверьте мне, когда вы увидите эту игру и сопоставите себестоимость и качество и всё, что есть, я думаю, вы нас поймёте. Да. Кстати говоря, вспоминая её реакцию, даже мне реально ещё больше захотелось вот эту вот вторую игру иностранную Станасом вообще. И она прям сказала, боже, да, тут просто даже стоит ради этой фигурки. Я так говорю, ну, а сама игра, она говорит, так подожди, ну, ей Денис рассказала, как состоит, в чём смысл игры, и она, естественно, сказала, да, конечно, говорит, вы что, если такая там механика, вот этот кооператив, конечно, говорит, я, естественно, буду играть. Ну, то есть, тут не только ведётся реально на фигурку, то есть, качество компонентов, как я сказала, безусловно, на неё повлияло, тоже, что там внутри находится. Но она сказала, нет, ну, то есть, я не просто возьму этого Таноса и себе поставлю, я буду в него играть, я заставлю всех играть в него. Ну, там, по-моему, и так фанаты Марвел, в общем-то. Ты знаешь, когда я только вот это всё начал подготавливать и изучать все эти вселенные, мне сразу захотелось узнать, а вот эти создатели всех вселенной, ну, я не знаю, то ли люди, которые рисуют комиксы, то ли люди, которые создают фильмы, вот, в общем, главные люди, которые как-то причастны ко всему вот этому, они вообще влияют на конечный итог в настольных играх, или же просто люди вот эти вот, которые всё это создают, они продают свои лицензии, они продают имя своего сериала, мультика, кино, и уже остальные, все, кто как хочет, они должны вот это вот выполнять и создавать настолки. Я лично, я вот что поняла, что, по сути, если ты продаёшь права, ты как бы подписываешь договор и осознаёшь, что, наверное, это что-то полуфранчайзи, что ты должен какие-то условия по-любому соблюсти, да, ну, например, ты выкупаешь Человека-паука, как там неожиданно не Человек-паук может быть, да, но, вот, кстати говоря, вот как раз я его вот привела в пример, даже не осознаю, просто хотела именно его в пример привести, вы вспомните, сколько этих фильмов про Человека-паука. Лично я, вот самые любимые у меня три, с этим Томби Магуайром, вообще крутой вот этот чувак, всё, мне этого достаточно, то, что там, то того актёра, то того актёра, то какого-то, блин, ну, не знаю, блин, один актёр подрос с этого молодого пацана теперь, то мультик, где темнокожий Человек-паук, который там видит паука, по-моему, ту свинью, да, ну, там, по мультику, вот это, что я видела, вот эти кучи типа вселенных, и вот это вот для меня уже какой-то, ну, лично для меня это перебор, то есть я, как мы вот уже когда-то говорили, я не против ремейков, которые на актуальные сейчас темы, да, там, но как такое может быть, вы вспомните, сколько, ну, каждые два года, по-моему, эти фильмы выходят, то есть, ну, насколько так сильно поменялся мир, что этого нового Человека-паука нужно подавать, а вот тот вот, где вот трилогия, которую я вот вначале сказала, которая мне нравится, там прям стабильно то, что вот и в комиксах, там прям стабильно то, что, ну, условно, и в мультиках, то, что есть, то есть вот эти даже простые монстры, его сама история, да, там, с кем он там с тетей-дядей жил и так далее, да, вот она, ну, то есть спокойно комикс перенесли на, ну, на фильм, чтобы все люди посмотрели. Я, пожалуй, тебя немного перебью и остановлю, потому что вопрос был абсолютно другим, и ты как-то ушла в степь. Почему? Ну, потому что ты начала говорить про фильмы, про то, что вот, не надо делать там ремейки создавать, еще что-то, это было у нас отдельное. Я не сказала, что не надо ремейки создавать. Я сказала, что так часто не надо их делать. Вот, а вопрос-то был в другом. Вот эти создатели, они должны влиять на настольные игры? Я понимаю, что какой-нибудь режиссер или какой-то комиксист, который рисует комиксы, он не обязательно будет хорошим автором настольных игр, он не обязательно сможет продумать вот эту всю механику. Но вот скажите мне честно, и ты, я же с тобой веду разговор, скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, нужно ли влиять на конечный итог и видение своего вот этого героя через настольную игру соблюдать вот этим главным людям? Или можно просто, вот как в данном случае, я так понимаю, миру хобби отдали полномочия с Диснеем, и там уже местные авторы, потому что и недавно вышла игра Gravity Falls, но автор ее один из российских людей, граждан. Да, по-моему, это русский человек. Но опять же Gravity Falls и автор у нас местный. Это все соединили, и те самые любители, которые любят мультик, они покупают эту игру только ради Gravity Falls. Они не покупают, потому что это игра того самого конкретного автора. Понимаешь? И вот для меня... Кто там? Фишер, да? Вот Алекс Фишер, да, Алекс Фишер, фамилию не помню. Алекс Фишер, по-моему. Или Хиш. Не помню. В общем, вот этот Алекс, он должен был бы посмотреть, и в идеале вот эту игру сказать, что он считает по этому поводу, сказать, может быть, какие-то недочеты или сказать, вау, это отлично, и это действительно отображает всю суть того мультсериала, который я создал. Или же, как вот оно поступило, все, лицензия отдана, делайте, что хотите. Вообще, я с тобой согласна, что там улетело, но он вообще говорил, помнишь, как в франчайзе, что какие-то определенные условия соблюдены. Я хотела вообще тоже еще и про это сказать правильно, что я думаю так, какие-то, опять же, условия соблюдены, но, наверное, когда выкупают права, они, ну, грубо говоря, могут делать все, что хотят, мне так кажется. То есть плюс-минус они соблюдают, ну, типа, как я сказал, Человек-паук, да, он там точно будет, типа того, и что-то уже другое придумывают. Ну, вот смотри, вот та же самая игра, вот этот Thanos Rising. Как ты считаешь, если убрать всю вот эту обертку из супергероев и перенести, например, на Винни-Пуха, предположим, не знаю, диснеевского, либо нашего отечественного Винни-Пуха, сможет ли эта игра продолжать существовать? Вот мне почему-то кажется, если игра Дениса Косякова, убрать вот эту всю мишуру и положить на нее, я не знаю, модель вселенной, там, где есть природа и листочки падают, и как-то к этому привязать, игра никак не изменится, просто будет другое оформление. А вот в другой игре, которая Thanos Rising, как ты считаешь? Я просто подумала, Винни-Пух и его команда будут против кого меда сражаться, чтобы его не кушать много. Против чел. Да, прикольно, да, почему нет. Ну ты понял, то есть я тут не прикопалась, чтобы против этого. Мы создали настольную игру, все, бах, пау-пау-пау, давайте все нам несите денежки, хорошо, не 1990 рублей, давайте мы полторы возьмем, мы согласны. Можно мы не на картоне, а на бумажечке это в квадратике нарисуем, Винни-Пуха, и хватит с этого. Да ладно, шутка, что мы каким-то фигней заниматься, да? Слушай, давай так, наверное, я вот так, как я лично понимаю, вот именно, по крайней мере, со стороны того же самого, как бы, киноиндустрии, они купили и хотят, что делают. Иногда, действительно, это известные факты, что они приглашают тех, кто все это создавал, чтобы они, как же это называется, по-моему, консультант, как-то они так его, с правом внесения, например, каких-то изменений, да, или редактированием. Я вот, например, на эти темы очень часто много чего, ну, читала, смотрела, что, вот, действительно, все вот эти компании, которые выкупают, они сами смотрят, условно, есть у них такой, как начальник, который действительно, наверное, хочет и для фанатов, и все соблюдать, он прям прислушивается, ты правильно сказал, к первому источнику, например, комиксам, тот, кто нарисовал, не то, что там комикс просто, как бумажка, да, скажем так, а человек, который это создал, они действительно прислушиваются. Но если такие, которые как бы и зовут, тот начинает вносить определенные изменения, хотя они не такие сильно губительные в плане, наверное, тот, кто придумал кино, то есть, наоборот, очень хорошие замечания, его могут даже чуть ли не выгнать, точнее, вот были, я знаю, ну, определенные, в общем, не буду говорить, про какие конкретно фильмы я имею в виду, когда людей выгоняли, то есть, у них-то выкупили права, попросили их помочь и выгнали их потом нафиг, и, естественно, сделали условные ошибки, как бы, в этой вселенной, так что в настольном мире, я думаю, как бы, можно это все делать, во-вторых, с другой стороны, смотри, они же могут привести как консультанта каких-то людей, но не совсем известно, умеют ли они разбираться, то есть, вот тот, кто создатель комикса, он умеет рисовать и что-то там в своей голове видит, то есть, какое-то действие, да, его, естественно, придут, скажут, так, смотри, вот мы твое, накладываем на настольную игру, но у нас тут механика вот такая-такая, он может так сказать, какая нафиг механика, ничего не понимаю, мне надо, чтобы тот, он говорит, да-да-да, там в конце, ну, не знаю, там типа Человек-паук победит гоблина, да, зеленого, да, но для этого надо там какой-то лабиринт, да, пройти, ну, условный, ну, грубо говоря, какие-то еще дополнительные действия, и он такой, ну, он же победит, и ему говорят, ну, да, он говорит, ну, все тогда, ну, наверное, может быть, это так же, но тоже может выглядеть, ну, то есть, все зависит от и консультантов всех, может быть, им настолько реально интересно просто, есть же такие, они нарисовали что-то, им говорят, ой, классно, давайте выкупим права, они скажут, да-да-да, я только денег и хотел, ну, то есть, не совсем понятно, как бы, давай так, в идеале, наверное, их нужно приглашать как консультантов, чтобы все логично выглядело, в идеале, тем, кто это создал, им должно быть настолько все интересно, помимо комиксов, им должен быть интересен и фильм, и настольная игра, и мультик, и, не знаю, и мерч, который напечатают, в идеале им должно быть все интересно, но, возможно, они хотели в прямом смысле только нарисовать комикс, чтобы он был популярным и получать с этого деньги, и все. Да, я думаю, деньги играют, конечно, здесь одну из главных ролей, и мало существует энтузиастов, которые готовы за что-то бороться и создавать что-то новое. Смотри, в конце, я думаю, подводя этот итог, можно и отметить еще плюс, плюс того, что вот эти все вселенные входят в настольные игры, это то, что их популяризируют, если существует какой-то энный мальчик либо девочка, которая любит, например, какое-то аниме, Наруто, например, и игр по ней, ну, может быть, и не существовал, но кто-то... В смысле, есть. Ну, я предполагаю, да, хорошо, я знаю, что звезда выпускала раньше настольную игру по Наруто, и любители аниме ее купят, и это хорошо, потому что до этого люди могли абсолютно не, как бы, ну, вообще не играть в настолки, а тут увидели что-то общее, что-то их, то, что связывает, и только поэтому они приобрели, и, возможно, они пойдут дальше, вот, к чему-то новому и чему-то лучшему. Я считаю это плюсом, но ты мне скажи, вот, меня лично, знаешь, что задевает? Меня задевает то, что не стоят вот эти игры рядом, чтобы люди могли сравнить. Вот не стоит игра Дениса Косякова «Мстители. Война бесконечности» и вот этот «Танос Райзинг», чтобы человек пришел так, и это про «Мстители», и вот это про «Мстители», и давайте я посмотрю, что из себя представляет эта игра. Фишечку сюда, или создать команду «Убей Таноса», а вообще-то он тебя сейчас здесь убьет. Что это привлечет? Мне кажется, не хватает некой конкуренции, и я считаю, что вот некие игры, они недооценены и вообще неизвестны. Вот для меня это печально. Я все время думаю, знаешь, мне очень нравится то, что ты сказал. Это правда. Я думаю, что люди, слушатели с тобой согласны, но мы возвращаемся к печальной реальности. Вот смотри, я могу сказать, это в любой стороне, неважно, ты правильно сказал, настольная игра, например, экономика тоже так же, потому что, ну, как бы это плюс, с этим минус связано, потому что какая игра будет продаваться, это деньги будет приносить в магазину, магазин закупит больше этих игр определенных. Так ведь логично. Конкуренция в любом смысле это всегда плюс. Когда происходит монополия, и это всегда минус, монополисты никогда не начинают развиваться. То бишь, про то, что ты говоришь, если в определенном магазине, в котором мы имеем в виду, продается условно только их продукция, это их интересует намного больше. Но, как сказать, тот, кто отвечает за то, что нужно в магазин, я думаю, они тоже не глупые люди, и они будут понимать, ага, если мы, производим условно какие-то свои игры или локализуем, но их не покупают, но зато покупают какую-то там иностранную. Возможно, они тоже это завезут. Тут другой разговор, что посмотрят ли они объективно дальше. Они будут смотреть только с экономической точки зрения, что, ой, надо что-то вот, определенную игру завозить, чтобы ее именно покупали. Или они посмотрят с другой стороны, что, ага, может быть, мы делаем какие-то ошибки, может быть, нам не нужны права на определенную игру, ее не нужно больше продлевать, условно, потому что явно они на тот момент купили ее и так далее. Может быть, мы не те игры создаем? То есть, тут мы еще один, говорим о том, что экономически, может быть, у них интересно все создано, как, чтобы, ну, все функционировало и развивалась у них компания, да, но смотрят ли они, я не могу сказать слово логически, это реально очень сложно подобрать к этому слово, но смотрят ли они на то, что действительно люди не покупают, ну, то есть, по разным причинам, там же нет, может быть, проблемы, потому что именно это издательство, там, есть проблема, что вы делаете объективную хрень, и поэтому мы не будем покупать. Когда вы сделаете нормальный, вы выкупите нормальные права, вы сделаете нормальные компоненты, кто вообще, ну, как бы, будет с вами спорить, придет и купит. То есть, мы как бы про опыт, общие такие понятия, да, говорим вообще, в любом случае. И опять же, правильно ты сказал, конкуренция. Тут конкуренция, мы говорим о чем? О развитии, мы говорим, или только экономической выгоде? Никто же, я же не говорю, что этим магазинам не нужно зарабатывать, конечно, нужно, но объективно людям видно, когда магазин только думает о том, как отжать деньги, а он не думает о том, как сделать одновременно приятно своим посетителям. То есть, если они об этом не думают, то посетитель туда и не придет. Ребят, давайте подведем итог и скажем то, что если вам нравятся все эти вселенные, обязательно находите настольные игры, которые основаны на них. Вам они обязательно понравятся, вы узнаете всех любимых вам персонажей, вы их прочувствуете и поймете, как круто, что соединили мою любимую кино, мульти или еще какую-либо вселенную и настольную игру. Но только обязательно понимайте, понимайте, стоит ли это того или нет, потому что в мире есть огромное количество настольных игр, которые сделаны в одной вселенной, и поймите, где лучше всего это реализовано и автор настольной игры действительно хотел, чтобы его настолка была именно в этой вселенной и смог ли он передать все то, что хотел. Наверное, на этом все. Не забывайте, что все бизнес-компании существуют только лишь благодаря вашим финансам, поэтому тоже внимательно и с ответственностью относитесь к тому, куда несете свои деньги, потому что если не будет денег, не будет никакого производства, не будет никакого развития. вкладывайте деньги туда, куда вы посчитаете нужным. Это экономика. Да, тут можно также сказать, это в любом случае мы говорим про выбор. От вашего выбора действительно много что зависит, правильно, как ты сказал, в том числе и от денег. То, что вы выбираете, куда вы несете деньги и, наверное, даже просто посещаете это место, это влияет на многое. Выбор каждого человека очень важен. С вами был Денис Матвеев и Екатерина Матвеева. До скорых встреч и слушаний. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!